В прокуратуре округа прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы в сфере исполнения законодательства о выборах. Напомним, рабочая группа была создана приказом главного прокурора округа Егорова Николая Валентиновича в марте этого года. В состав рабочей группы вошли представители всех правоохранительных органов и председатели избирательной комиссии Ненецкого округа. Все они отчитались о проделанной работе. На сегодняшний день кандидатами в губернаторы выдвинулось пять человек. Это кандидаты от политических партий. И, соответственно, в собрании депутатов у нас по единому округу выдвинуто и заверены списки от девяти партий. Общее количество по единому округу кандидатов составляет 118 человек. По одномандатным избирательным округам 35 кандидатов выдвинулось, из них 8 в порядке самовыдвижения. В открытых избирательных участках уже проводятся противопожарные проверки. Большое внимание прокуратура уделяет мерам, направленным на обеспечение безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов. На сегодняшний день ответственные организации уже разработали планы и графики дежурств. В районах, где нет уполномоченных участковых, на период проведения выборов будут назначены должностные лица. Решаются вопросы о досрочных выборах, о проведении выборов в отдаленных стойбищах. На данном совещании были рассмотрены вопросы о состоянии законности в сфере избирательного законодательства, а также меры, которые принимаются руководителями всех правоохранительных групп, избирательными комиссиями на период проведения выборов, а также соблюдения прав граждан. С этого года в законодательство о выборах внесены изменения. Все сроки рассмотрения жалоб сократились. Поэтому вопросу было принято решение изготовить памятки для всех правоохранительных организаций. Особое внимание рабочей группы голосующим. К моменту выборов все проживающие на территории округа, в том числе мигранты, будут обеспечены соответствующими документами. Если у вас 45 или 20 лет исполнилось именно в день голосования, то паспорт действительно еще в течение месяца. Поэтому на выборы вам надо идти уже с тем паспортом, который у вас есть уже на руках. И уже после этого вы можете обратиться в наш отдел Федеральной миграционной службы по Невинскому автономному округу для смены паспорта на действительный уже. Рабочая комиссия приняла дополнительное положение к существующей программе подготовки выборов при регистрации кандидатов, провести проверку исполнения законодательства и расходов избирательного фонда, информировать о результатах проверки и разместить в средствах массовой информации.